Здравствуйте зрители и посетители канала Кладовая! И сегодня мы с вами поговорим о клоне бака от торговой марки Дотмод Петри на 2 мл. И не в классическом золотом цвете, а в серебристом. Данный клон бака поставляется вот в такой вот непретенциозной картонной коробке. Но как ни странно обладает богатой комплектацией. И сейчас мы рассмотрим что же мы имеем в комплекте этого бачка. Итак, само собой, сам бачок. Шестигранный ключ для закручивания болтов. Дополнительная колба, если вдруг вы разобьете свою стоковую. Комплект о-рингов из 7 штук. Вот такая вот очень милая стеклянная колбочка, закрытая корком. В ней мы найдем допы, а именно Дополнительный пин Четыре болта Две спирали Ну и я чуть не забыл про второй дриптип. Теперь пришло время разобрать бак. Дриптип с бака снимается классическим способом. После чего мы откручиваем гайку-заглушку для заправки жидкости. Внутри которой установлен самый жирный о-ринг. Колба от основы откручивается довольно жестко, поэтому вам придется применить немного усилий. Благодаря хорошим о-рингам стекло держится довольно плотно. Поэтому вам не придется думать о протечках. По видео вы можете пронаблюдать, что отверстия для подачи жидкости довольно большие. Поэтому при правильной установке ваты проблем с подачей жидкости у вас не будет. Также хочу обратить ваше внимание, что бестоечная база вращается в основе. Это нужно для того, чтобы нормально закрутить колокол на базу. Если центральный пин у вас будет закручен вплотную, то база вращаться не будет. И будут у вас сложности с закручиванием колокола, что было и у меня. Эту часть видео я в дальнейшем вырезал. Ну так, чтобы не занимать вашего времени. Сейчас вы видите на видео, что база крутится довольно сложно. Ее надо сделать полегче. Здесь я перетянул слегка. Но сейчас самое время установить спирали. По классике я взял свои любимые две спирали. 0,4 нержавейка на 0,3 оправу по 7 витков. Что понравилось в этом баке, так это установка спиралей. Они устанавливаются сверху вниз. И на данном отрезке видео я хочу показать, что ножки у спиралей должны быть как можно короче. Но так, чтобы их хватало, чтобы воткнуть в отверстие. Еще хочу обратить ваше внимание на стойки. Стойки разделены некой ложбинкой. На видео правая часть, на которой виднеется центральный пин, является плюсовой стойкой. Левая часть является, соответственно, минусовой. То есть спирали нужно устанавливать таким образом, как показано сейчас у меня на видео. А благодаря тому, что бак требует коротких ножек, спирали при затягивании болтов практически не искривляются. Осталось прикрутить базу и прожечь спирали. Кстати, по поводу силы затяжки. Регулируется она нижним колечком. Обдув у бака хороший, поэтому амплитуда довольно широкая. Сейчас на видео показано сопротивление 0,26. Но после укладки ваты и после прожигания спиралей, оно устаканилось на 0,22. А сейчас немного информации по укладке ваты. Видео писалось в режиме распаковки, поэтому я не знал, как правильно укладывать вату. То есть делал это так, как мне казалось правильным. Покатав бачок 2 дня, могу сказать, что полоски нужно отрезать немного тоньше, вату сильнее распушивать и укладывать ее в проточку более точно, чтобы не было заусенцев, потому как это может помешать хорошему закручиванию колокола. Ну, а точнее колбы. Также неправильная укладка ваты может повлиять на скорость поступления жижи. Это если вдруг вы собираетесь парить выше 70 ватт. Заправляем бак жидкостью, накручиваем верхнюю уплотнительную гайку и ставим дриптип. Сейчас я немного поварю и покажу, сколько данный бак с данной спиралью образовывает пара. Пока я 2 дня ходил с данным бачком, установил для него некоторые нормы парения. Например, для меня оптимальным парением от 50 ватт до 70 ватт. Это нормальное парообразование, нормальная вкусопередача и оптимальный расход жидкости. Пробовал на 100, пробовал на 120. Нужно делать, в принципе, короткие затяжки, иначе есть вариант схватить гарик. На 120, например, оптимальная затяжка где-то в полторы секунды. Если дольше, то соответственно. На данном участке видео выставлено 70 ватт. Как я уже и сказал чуть раньше, это для меня оптимально. Ещё один маленький нюанс. Если вы собираетесь парить примерно на сотке, думаю, что это не конкретно для этого бака, а для большинства баков. Скажем, законы физики никто не отменял. Соединяющиеся сосуды, бла-бла-бла. И чем больше жижи у вас в баке налита, тем меньше вероятность схватить гарика. На этом ролик и обзор подходит к концу. Кому понравилось, ставьте лайк. Кому не понравилось, ставьте дизлайк. Подписывайтесь на наш канал. Для его развития это очень важно. У кого появилось желание купить такой бачок, ссылка на него будет в конце ролика, вверху слева и в описании. У кого есть дополнительные вопросы, можете задать их в комментариях. Мне очень приятно, что вы видео досмотрели до конца. Всем спасибо и всего доброго!